Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами Ворода, новая игра Гроус. Это королевская битва, которая вышла только сегодня. И мы будем её тестировать. К сожалению, доступны только азиатские сервера. Очень высокий пинг. Но для того, чтобы протестировать, посмотреть вообще, из чего состоит эта игра, нам этого хватит. Так, пошла превьюха. И мы видим карту. Достаточно большую карту. Игра исключительно в складах. Я жду, пока мне кинут отметку. Либо же начнут высаживаться мои компаньоны, чтобы я полетел уже вместе с ними. Ну, я так понимаю, мы сюда падаем? Скорее всего, это их отметки. Так, ну погнали. Так, я выпрыгнул. Настраиваюсь на полёт. Смотрю, кажется, я переборщил немного с чувствительностью. Сейчас будем смотреть. Так, ну, пока что высадка классическая, максимально приближённая к пабгу. Очень много негатива по поводу этой игры. Почему-то. Будем смотреть и разбираться, в чём проблема. Но для себя уже точно выяснил негатив в том, что очень долгое ожидание игры. Это очень большая проблема. Так, это у нас уже лот идет. Хорошо. Хорошо. База у меня уже есть пушка. Некий арсенал. То есть, если что, играть уже будет с чем. Так, тактический щит. Граната. Хорошо. Что тут ещё есть? Вижу ещё граната. Так, медикаменты. Вижу, какой-то ящик. Так. Заменил на другой дробаш, который у меня уже был в наличии. Так, хорошо. Так, нет, стоп. Паук я заменил. Я понял, оно ровно меняет на то, что у тебя, получается, лежит в руках. Так, там парни что-то бегают, смотрят. С прыжками нормально, нормально. Пошёл слух какой-то. Так, что-то бахнуло. Медикаменты подобрал. Рюкзак, отлично. То, что мне не хватало как раз-таки. Патроны, патроны. Естественно, что пока что не особо-то и понятно. Так, броня. Основное меню у меня должно быть на букву О, но оно что-то сейчас не работает. Почему? Почему? Интересно. Так, на тап мне его перекинули. Хорошо. Гранаты. Рюкзак, место. Вот. Медикаменты. Окей. Так, ещё один ящик. Смотрим, что тут. Так. З-36С. Ну, в принципе, я пока буду играть с ОУГом. Мне бы какие-то обвесы только на него подобрать. В принципе, да и всё. Так, вторая броня. Забрал. Это же была первая. Да, хорошо. Так, это у нас что? Бинты, дымовая бомба, липкая бомба. Так, это всё нам не надо. Мои ещё не уходят. Вроде нет. У тебя в шаговой доступности, так сказать. Хороша. Не слышу, не вижу, не понимаю. Где враги, что враги. Вроде как, должны быть не люди враги. По идее. Так, вон, дроп падает. Поеду, попробую посмотреть. Что-то дымится. Что-то дымится. Так, ага. Экстрактор. Экстрактор. Экстрактора у меня, к сожалению, пока нету. Его тоже нужно искать. В общем, суть в чём. Надо на этой карте, в этой игровой зоне, добыть экстрактор и добыть 100 тысяч креонов. Тогда мы сможем убраться отсюда и победить, получается. Так, ну вот, пошли в кризис. Вон, дроп. И здесь у меня река. Так, идёт извлечение. Извлечение чего? Уже кто-то поставил добычу креона, получается. Возможно, нужна будет защита. Идём смотреть обратно. Получена креона. Соберите 100 тысяч креон. Так, собрать 5000. Есть. Хорошо. Кто-то из команды нашёл аппарат, уже добывается. Вот так вот оно выглядит. Так, а щит, я так понимаю, могу здесь просто установить, чтобы, если что... Да, совершенно верно. То есть, это деф для моего же креона. Но это хорошо. Не знаю, насколько это эффективная установка была сейчас. Но пускай будет. Что-то полетело вверх. Или кто-то. Очень много падает дроп, но очень непонятно, почему так далеко рядом с нами вообще ничего не упало ни разу. Но она постоянно с нами где-то что-то падает. Врага вообще нету. Всего сейчас 30 игроков в игре. Но для этой карты 30 и набирается. То есть, больше нету. Так, что это? О, я нашёл свой. Хорошо. Надо попробовать найти, где его теперь установить. Потому что... То место, что я нашёл, заняли. Соответственно, можно спокойно идти и искать что-то другое. Получше. Так, кто-то психанул. Уже вышел с темы. Расконект вижу. Так, ну мне нужно найти это место. Как в прошлый раз вот я нашёл для парня. Теперь мне себе нужно такое же найти, чтобы установить добычу креона. Пробежал я много, пока таких мест вообще не вижу. И не вижу врага. Хочу попробовать сам тип боя. Как контролится. Как вообще чувствуется оружие. Но нету ни врага, ничего. Так, здесь можно вызвать тактический транспорт. Да ладно, и что это? Это мне сбросят дроп. Вот почему так много летает дропов различных. Так, а у нас тут вектор есть. Это многое объясняет. Нет, смотри. Нет, смотри, без дропов просто появился. Объехал. Окей. Поехали. 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 Поеду к своим. Возможно, я на... Возможно, я на той же точке смогу установить и свой управление машинами здесь великолепное. То есть мы видим, как идёт подлакивание, идёт поддёргивание жёсткое. И очень... Вот, надо считать такое. Это жесть. Так, ладно. Как не туда проехать? Там у меня вода. Что-то шумит. Куда мы трогаем? Так, и куда нам надо ехать? Я не понимаю. Давай, ты сядешь за руль? Да. А я саду рядышком. Так будет получше, явно. Возможно, у него и езда будет лучше, чем у меня. Я просто пока что вообще не понимаю, куда нужно двигаться, что нужно делать. То есть, кроме того, что нам нужно добыть креон... Ну вот вы видите, как он едет, да? То есть это не моя личная проблема. То есть это проблема у всех. Просто выгрёбанное слайд-шоу. Всё, мы приедем. Двигаемся дальше пеша. Возможно, мы хоть одного врага увидим и попробуем с кем-то зафайтиться. Хотя бы с одной пати. Потому что, ну, это получается очень скучным типом игры. Там есть ещё один, который мы посмотрим в следующем выпуске. Сейчас мы разбираем первый тип, есть второй тип. Но получается, там ещё больше ожидания. Там нужно ждать 180 секунд до начала матча. И, соответственно, я не уверен, что там будет больше динамики и краша игра. Есть, получается, на выбор три сервера. Азиатский, американский и европейский. Европейский не работает вообще. Американский работает, но там не набирается людей. То есть вот для этой нужно 32 человека, чтобы игра запустилась. Там набирается максимум 16-18 человек. Дальше ты ждёшь минуту, две, три. Все начинают ливать и всё. На этом конец. Так, у нас тут зона идёт. Ничего себе. Пошли в зону. Окей. И есть азиатские сервера. Азиатские сервера работают. Так, кто-то вызвал вертолёт спасательный. Получается, чья группа первая вызывает спасательный вертолёт, та и побеждает. Ну, то есть они уже добыли 100 тысяч креона. И могут улететь. У нас пока добыто 36 тысяч. По графике. Графика стандартная. Очень схожа. Вот прям максимально с PUBG. У меня стоит настройка на средних. Так, полетела бомбардировочка. Взрыв. Неплохой след оставляет. Прямо даже сказал, что переборщили. Возможно, если бы игра была на европейских серверах, где было вот этого фриза, и было бы лучше. Потому что сервер европейский показывает изначально пинг в 25-30. Ну, соответственно, это была бы комфортная, кайфовая игра. Но он не работает вообще. Возможно, да, его запустят. Возможно. Ну, то есть мы сейчас в игре уже 15 минут. На данный момент мы не встретили ни одного врага. Ты представляете, да? Ты 15 минут играешь, и в принципе тебе, ну... Так, ну вот я врага нашел, скорее всего. Идет вражеская установка. Да, вон, вижу. Так, хорошо, они поехали. Так, ну, поехали мы. Давай попробуем пострелять хотя бы. Ага, гранаты... Бодера бросаются, они не забрасываются никуда. Так, ну вот одну я закинул. Так, получается, мне нужно установить вот эту их штуку. Но она не уничтожается, да? А почему? Зачем мы тогда щит ставим? Не, она вообще не уничтожается. В чем проблема? Или мы ее... А, мы ее захватили просто. Все, я понял. То есть нам нужно было просто прийти, чтобы ее захватить. Хорошо. А эти просто уехали и все, да? В чем кайф? Не, я не понимаю. Зона пошла. Надо уходить. А ничего особо не произошло. То есть, те ребята просто свалили. Ну, скорее всего, из-за того, что зона пошла. И мы даже не пофайтились. Зачем устанавливать щиты перед добытчиками вот этими, если их нельзя уничтожить? Я всадил две обоймы. Я кинул туда грену. Ничто не уничтожилось. Странно. Да, тут смотри. Машину кто-то завел. Это я услышал. Вижу спереди. По холму. Так. Нанес какой-то дамаг. Шестерену мне показало. Пока не поздно, отнимите крену врага и вернитесь на балл. Ну, супер. Куда я иди уехал? Так. Ну, что-то я нанес только что. Так. Взорвал машину им. Окей. Так, нанес дамаг. Что-то там тоже попал. У меня осталось три патрона. Как изменить пушку? Пушку-то как изменить? У меня пистолет остался и все. Какая эффективность пистолета, я не знаю. Можно попробовать запушить с пистолетом, не знаю. Он жив? Нет? За пушку с пистолетом явно не получилось. Переходите в режим наблюдения. Окей. Какие мои показатели? Сколько я вообще нанес дамага? Потому что там явно много влетало тачку. Я взобрал дамага. На тачке должен был еще уходить. Но при этом я никого не уйдю. Просто ну. Так. Кубита ноль. Нанесено урона 211 единиц. Вот, смотрите. Нанес урона 211 единиц. Ноль убита. Вопрос. Сколько тогда получается хп? Как засчитывается оно? Странно. Возвращаемся в лобби. Очень долгие загрузки. Ну. Игра получается в раннем доступе на данный момент. Она является бесплатной в стиме. Вот такой вот лобби. Ну лобби красивое. Лобби мне нравится. Вот это была боевая операция. Режимы добычи криона. И вторая. Есть. Это кровавая зона. Режим захвата точки. Вот это два основных режима. Которые на данный момент доступны. Ну и конечно же сервера. 144. В общем вот такая вот новая королевская битва. В следующем выпуске я постараюсь все-таки загрузиться во второй режим. Посмотреть второй режим. И уже сделать хоть какие-то выводы. Всем спасибо. Пока-пока.